Приветствую вас, давайте разберемся о том, что вы написали. Значит, начали встречаться с парнем. Встречаемся уже две недели, мне 18, ему 23 года. Он ко мне раньше, когда вставал, он мне раньше, когда встал на работу, просыпался в 5 утра, писал доброе утро или спокойной ночью перед сном. А в последнюю неделю заметил, что он пишет где-то днем, где выпускают фразы. То есть, я так понимаю, что он перестал нам писать утром доброе утро, а вечером, соответственно, спокойной ночи. Вот. Ну, здесь нужно сказать обязательно, что подобные вещи, да, они продиктованы эффектом новизны. Вот. Как правило, эффектом новизны связаны подобные, ну, поступки. Вот. И, в общем-то, зачастую это все потом, как бы, сходит на нет, если это, вот, было сразу, да, то есть, если это происходит, там, в течение какого-то времени после того, как, ну, вот, вы вместе, ну, вы начали встречаться, то это больше говорит, конечно, о привязанности. А если это сразу, то это говорит, скорее, о такой, знаете, о таком эффекте новизны. Вот. Который, на мой взгляд, не всегда можно расценивать, как, ну, как действительное проявление... э-э-м... как бы, шилстичь, потому что для человека это может быть запрятно. И я думаю, ну, вот, лично я думаю, что тот, что он перестал это писать, или начал писать по другому, это, скорее, хорошо, чем, нет, потому что, э-э, Если бы он это делал через силу, условно говоря, то было бы гораздо хуже, вот. Он бы начал чувствовать напряжение, начал бы ощущать не свободу и так далее. Другой вопрос, что для вас означает, собственно, тот факт, да, что для вас означает тот факт, что человек перестал вам писать такие вещи и начал писать, как дела, чем занимаешься и так далее. Потому что я не очень, если честно, по вашему тексту понял контекст, контекст. Вот вы пишете, он пишет где-то днём, диалог, вот он становится разным, как дела, чем занимаешься и ещё что-то, но он не каждый день может написать. Пить где-то через день, в основном он нельзя прострелить, сейчас провожает почти до дома, до дома я против пока что. Почему против? Не говорить. Тебя говорит, да идёшь, да дома напиши, может странно виднее, что в наших отношениях, а в ваших отношениях что? Вы имеете ли история только две недели? Как бы, ну, а чем ваш вопрос? Или нормально, то вначале так тоже может быть, как может быть вначале? То, что он спрашивает у вас, чем вы занимаетесь и как ваши дела, это достаточно, ну, достаточно тревожный знак. Потому что я бы поднял вопрос о том, что вас, ну, что вас объединяет, то есть, что между вами общего. Вот. Я бы вопрос поставил бы, наверное, вот так. То есть, мне кажется, что эта проблема именно, вот, общего между вами достаточно мало, и если вы не будете работать над тем, чтобы количество общего увеличить, ну, объём общего увеличить, то ситуация может стать ещё более проблематичной. Вот. Видимся раз в две недели, я ему пишу сама, но редко, я вот пока не хочу по такому поводу ему выносить мозг, а откуда у вас вообще возникла эта мысль, что вы выносите ему мозг? А может ли он на самом деле занят или, будем хотите, если выносите всё выбор, то им на жизни ничего не останется? Интересная позиция, если честно, мне кажется, что если он и вы будете развиваться, если вы оба развивающиеся личности, если вы оба имеете динамические интересы, видоизменяющиеся интересы, то вам никогда не столкнуться с такой ситуацией, что вы возьмёте и, ну, что вы возьмёте и всё выболтаете. Это возможно только в том случае, если запас каких-то тем является ограниченным. Понимаете? Вот. Естественно, мне кажется, что, скорее всего, вы чувствуете недостаток внимания его к себе, и из-за этого вам становится тревожно, вы боитесь его потерять, либо что-то ещё. Вот. Возможно, возможно, это страх быть брошенным. Так, в таком случае тут нужно работать в этом направлении, то есть смотреть, чем, например, продиктовать ваш такой страх быть брошенным, потому что, как правило, он родом из детства. Либо, если вы хотите качественно развивать отношения просто, то в таком случае нужно повышать объём того общего, что между вами есть. Из этого какого-либо конструктивного общения, взаимодействия, в принципе, быть не может, не может между вами. Поэтому имейте, пожалуйста, данный аспект в виду. Это очень важная история. Вот. По поводу выноса мозга, ну, опять же, да, очень важно говорить в отношениях о том, что, например, ну, что, например, вас волнует, что волнует, например, вашего партнёра и так далее. Поэтому, поэтому я думаю, что одно дело требовать что-то от человека и совсем другое дело, там, к примеру, выражать свои чувства и свои эмоции по какому-либо вопросу. Поэтому, если вы зачем-то переживаете, если вы что-то чувствуете, конструктивнее было бы это как-то вот выразить, высказать, потому что это будет скопиться, напряжение между вами будет нарастать. Без требовательной, без обвинительной формы, а такой просто вот личной. То есть, знаешь, я вот чувствую, вот было так-то, так-то, вот ты перестал, я там чувствую, там, что-то, то-то, 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 может быть, я что-то сделал не так. Допустим. Это, к примеру, ну, пример. Как бы. То есть, понимаете, вы узнаете друг друга сейчас, и нет ничего хорошего для отношений, если они будут выстраиваться не на искренних основаниях. Понимаете? И нет ничего хорошего для отношений, если вы какие-то свои страйки, свои чувства, свои противоречия, свой негатив будете, например, переносить на того же молодого человека. Поэтому, 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 здесь нужно исследовать, как конкретно вы восприняли эти перемены, что конкретно вы чувствуете, к чему это все, как бы, к чему это все восходит у вас, именно, именно у вас к чему это все восходит. Вот. И с этим уже можно будет работать, если, конечно, у вас будет желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.